Добрый вечер! Мы продолжаем нашу встречу в рамках цикла «Политзаключенные вчера и сегодня». Сегодня у нас круглый стол, выходящий за рамки темы наших круглых столов в этом цикле. Но, тем не менее, мы назвали его «Проблемой институционализации общественного контроля в местах принудительного содержания». Об этом мы планируем поговорить сегодня, о том, насколько такая форма общественного контроля эффективна, когда контроль может осуществлять один институт, хотя у нас, как я понимаю, есть закон об общественном контроле, общественных объединениях, в общем, не только один институт мог бы это делать. В общем, об этом мы поговорим сегодня с участниками и с участницами круглого стола. У нас члены общественных наблюдательных комиссий Санкт-Петербурга – это Александра Крыленкова. Крыленкова, да. Из Воронежа приехала Виктория Громова, из Сыктывкара Игорь Сажин. И я думаю, что мы начнем с Игоря. Давайте. И дальше мы пойдем. У нас регламент такой – 15 минут на выступление. Максимум 15, можно и меньше. Хорошо, хорошо. 15 минут, затем вопросы-ответы из зала и какая-то заключительная часть дискуссионная. Если она будет, тоже приветствуется. Начинаем. Давайте сразу начнем с того, что институт не один. Давайте вот это для себя поймем, потому что я начал заниматься контролем за местами лишения свободы еще когда 76-й закон только был в головах у Борщева и же компаний с ним. То есть он еще даже на бумаге, наверное, не был. То есть, а каким образом мы заходили в тюрьмы, каким образом мы заходили в места лишения свободы, этих технологий было неимоверное количество. И ими могут поделиться очень многие люди. И самое важное, что все эти институты остались и они работают. Они никуда не делись. Допустим, первый системный заход в места лишения свободы у нас был связан, системный контроль был связан, до сих пор существует, это через общественный совет. Попасть туда очень сложно, но когда-то мы его создали даже при ФСИН и набрали туда людей вместе со ФСИНом. Вернее, набирали мы, а ФСИН только активал головой, потому что он ничего не понимал в этом деле. А потом прочухал и все понял, что зря они это сделали, что им все это зря запустили и тому подобное. Но тем не менее, есть регионы, где этот институт сложился и потом плавно перетек в 7-6 закон. И даже люди, которые это организовали у себя в регионах, они 7-6 закон ненавидели всеми фибрами души, потому что он развалил им все организованное. Например, Пель. Сергей Исаев настолько плотно стал работать с ФСИНом, настолько мощно организовал систему вхождения места лишения свободы, что когда 7-6 закон появился, он ограничил их вхождение. То есть там появились многие такие ограничивающие механизмы, которые 7-6 закон, для нас это было такое, классно, как здорово, а для них они сказали, блин, да мы тут многое потеряли. И нереально потеряли. Вот, поэтому общественные советы есть. Например, у нас в регионе работают еще такие структуры, как всякие родительские комитеты, и вопрос заключается в том, что эти родительские комитеты, значит, не обязательно представляете себе наборы с родителей, которые там вот лояльны к службе у ФСИН. Это не так. ФСИН очень стоящая на земле организация, и они отлично понимают, что необходимо, чтобы родители имели влияние на своих оболтусов, которые находятся в местах решения свободы. И эти родители могут быть разные абсолютно, и они влияние могут оказать. Поэтому родительские комитеты, например, у нас в КОМе есть две организации родительские. Одна лояльная к ФСИНу, другая такая не очень конфликтная такая. Но они обе работают в ФСИН, и ФСИН работает с ними с собой. Потому что и обе они нужны. Так что первое, что я проверил, что институтов намного больше, и во многом это зависит от нашего креатива. Что же касается самого института общественных обладательных комиссий. Все-таки насколько он эффективен. Но если у нас разговор, безусловно, прежде всего об эффективности этой структуры, то именно о системе контроля. Он настолько же эффективен, насколько удается войти туда какой-то команды. То есть одиночки, это все-таки катастрофа. Я знаю такие регионы, где заходили одиночки. Это ужас. Они постоянно плачут, жалуются на то, что они не могут найти пару, пары у них нет, и тому подобное. Заходить в одиночку туда довольно бессмысленно. Но все равно нужно. Даже одиночке заходить надо. Но лучше всего заходить командой. И безусловно, я очень благодарен нашей команде, которая когда зашла, первым делом, очень озаботилась положением. Мало кто ими интересовался. Именно положением самого регионального нашего ОНК. Это то, за что мы устроили борьбу, и за что мы реально продвигали, и сопротивлялись со всех сил любым таким поправкам. Мало кто понимал этого. В СИН не понимал. Потом тоже прочухал. Другие группы, которые туда вошли, тоже не понимали этого. Сейчас, благодаря этому положению, потому что это положение, значит, это вольница. Это вольница. То есть у нас любой человек может подать заявку на посещение. Любой один может подать. Зайти свободно в паре с кем-то, найти любую пару. То есть у нас такое само положение, благодаря ему, и тут очень важный нюанс. У нас просто был, среди нас дураков, был один умный, который это все понял и прочухал, и сказал, вот на это надо удивить особое внимание. Чтобы нам не мешало. И самое главное, на что он еще уделил большое внимание, это Эрнест Мюзек, сразу могу сказать. У нас такой потрясающий специалист в этом деле. Так вот, он второй, потому что врачу он сказал, нужен такой председатель, который бы никогда не помешал ничему. Нас не интересует наш он, не наш. Чтобы он не мешал. И самое главное, что мы выдвинули председателя, вообще не из нашего сообщества. Это был вообще человек посторонний, у него свои были там амбиции определенные по поводу НК. Мы посчитали, что этот человек не будет мешать. Реально не будет мешать. И действительно, это подтверждается. Вот уже третий созыв. Этот человек не мешает нам. Он на нас смотрит, как наиболее активную часть. И вот, значит, это, пожалуй, такой важный фактор. Вот эти два фактора положения и председателя, которые не мешают, оказалось самым важным. Своих проводить не надо. Это наша была установка. Ну и третье, последнее, о чем я хотел сказать. Это то, что у нас потом появилось с годами. Я считаю, что это именно эффективно должно быть. Нас интересует изменения в самой системе ФСИН. И они должны быть системными. И поэтому должна возникнуть определенная культура, которую мы, например, начали взращивать. Благодаря тому же гениальному языку взращивать культуру. То есть, проще говоря, у нас нет системы просто захода в место решения свободы. Мы не ходим просто так в место решения свободы. У нас заходы системные. То есть, например, на сегодняшний день последний созыв – это работа в двух направлениях. Это работа в области медицины, именно по ВИЧам, и работа в области перезки заключенных. Мы считаем, что мы должны добиться изменений здесь. Хоть маленьких, но изменений добиться. В предыдущие созывы у нас была другая направленность. У нас была там направленность, связанная с переполнением. То есть, мы работали на преодоление переполнения. И поэтому это была суперзадача. Честно, скажу, мы не наплевательски относились к другим проблемам. Мы отталкивали их. Мы говорили, проблем настолько много, что если мы будем браться за все, мы ничего не сделаем. И мы сейчас сталкиваемся с многими ОНК, структурами, и обнаруживаем, что люди кидаются на все, всем помогают. Да, мы работаем там с заключенным персонально, там тащим их дела до европейских, до этого и потом. Но вот, скажем так, выбираем себе вот эту вот нишу и направление. И я думаю, что вот эта эффективность выбора вот этого направления, она, собственно говоря, и, ну, я считаю, что у нас поэтому что-то получается изменять. Вот, это, пожалуй, все, что я хотела сказать. Потому что я не то, что говорю. Спасибо. А я правильно принимаю, что у нас такой спектр вы с самого первого созыва в ОНК. Да, все три. Виктория, все три. Виктория, два. Два, второй. Я сижу, да. Первый. А вопросы сразу или попозже? Я думаю, что раз Игорь так уложился компактно, мы можем сразу сейчас вопросы какие-то Игорь задать. А по ВИЧ, что удается делать? Диету или лекарство? Что вы хотите сделать? И что делается? Значит, основное, мы хотим, чтобы возникла культура так называемого непрерывной терапии. То есть, вы понимаете, что у них схема следующая. В перевозку назначили, прервалась терапия. А значит, из одной колонии другой перевели, прервалась терапия. А лекарство не подвезли, а прервалась терапия. И вот эта вот конструкция, что это вот так вот рвется, и это просто превращается уже в культуру. То есть, ну, все знают, что это сложность в конструкции. Вот вопрос того, что мы выявляем это, и тут же начинаем лупить. И тут же так называемая конструкция, которую когда-то изобрел Эрнест, то есть, мы берем человека, обрабатываем ее, подготавливаем, подготавливаем его к судебным действиям внутри России, если там не удается, подготавливаем к судебным действиям в европейском суде. То есть, мы кейсы тащим, 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 и мы постоянно всем говорим, помните, мы придем, мы выявим, мы с человеком поговорим, мы поможем ему, он с вас бабло сдерет. Помните об этом. Это постоянно напоминает, чтобы культура, культура непрерывной терапии возникла. Да, остальные там тоже по мелочевке, но вот это культура непрерывной терапии, это наша основа. Спасибо. Еще есть у кого-то вопросы? А про перевозку я как-то совсем не в курсе. Какие сложности во время этапа? Это очень великая история. Жил был когда-то на свете мальчик, звали этого мальчика Эрнест Кнезек. Он был экологом, тихим журналистом, экологом, такой незаметный. И вот в один прекрасный день его полицейские на 15 минут поместили в казак. На 15 минут. Он вышел сразу, потому что он журналист очень известный, он сразу понял замминистра, его сразу выпустили. Но теперь Эрнест с этой темы не слазит. За эти 15 минут он уже отомстил столько раз. То есть, что это значит? Он сейчас самый крупный специалист в России по тому, как возят, где возят и тому подобное. У нас там есть победа, связанная с тем, например, у нас в Средневкаре не перевозят собачников. То есть, вы знаете, там Бобик делится на три части, там есть, где сами работники, где должны уязвить заключенных, и где собак возят. Вот обычно Бобжей кидают в собачник. То есть, там вот эта часть последняя в Бобике. Вот у нас борьба была, у нас как-то остановили. Сейчас опять стали возобновлять, но мы остановили перевозку там. Скажем так, не всех задержанных возят во второй части. Большую часть задержанных, которые в таком тяжелом, как бы это слово опять бомжно примерять, в таком дурно пахнущих, в дурно выглядящих, вот их супы кидают туда, прямо в собачник. Вот и чтобы этого не было, вот он там устроил войну. Там еще было несколько бит, связанных с размерами, с стаканами. Вот сейчас идет две биты мощнейшие. Да, битва была за вагонзак, если вы знаете, в Верховном суде Российская Федерация была одержана победа. А вот сейчас последняя, эта битва идет за стакан. То есть наши стаканы не соответствуют таким нормативным актам, ни международным, ни российским и тому подобное. И поэтому задача заключается в том, что у нас просто перестали, стали делать другие стаканы. Поширше, по объемнее. Вот у него битва, потому что стакан, который сейчас, который хвост, они уже не соответствуют нормам, даже российским не соответствуют. Хотя стандарты в заводах, в смысле техзадания для заводов, именно с такими стаканами. Ну, во всяком случае... А чтобы вагонзаки умерли, что там, какие изменения удалось? А там же, наконец, ограничили количество людей, запихиваемых в одно купе. Там же семь мест в купе, ну, в стандартном купе, семь мест, а там на короткие расстояния перевозили до 16-18 человек. А на большое расстояние, например, 14 вести на семи местах. Но это с вещами и тому подобное. И добились того, что сейчас там было восстановление Верховного Суда о том, что на большое расстояние не больше 12, на семи местах, не больше 12. А вот на короткие расстояния не больше 12. Вот это вот Верховное Суда о том, и мы сейчас это следим, чтобы это в практику войдет. Это как бы сейчас вот занимаемся именно отслеживанием. Еще был вопрос, да? Да, вы сказали, что вы в первом Суда о том, занимались перенесением. Ну, да. Ну, как получилось? Скажем так, изменения это были ведь общие, достаточно серьезные. Там же это была заботчинность у всех, там начали сокращать следственного изолятора, но наша суперзадача заключалась в том, что мы помогали заключенным. У нас битва в основном шла не по тюрьмам и следственным изоляторам, а по спецприемникам. Это история отдельная про наш спецприемник, когда мы там такую войну устроили, что у нас, скажем так, ну, просто его изменили полностью. А был такой момент интересный, вот это с Киркарой, это не перестаю рассказать всем, история, когда у нас в спецприемник не пускали людей. То есть человек получал 15 суток, приходил, а ему говорили, мест нет, и выгоняли. Человек сидел дома, ждал звонка. По звонку. Освободилось место приходить и отсиживать. Человек шел отсиживать этих самых. 15 суток. И эта история длилась два года. Сейчас, правда, этого нет, потому что общество камеры увеличивает. Вот сейчас просторно стало. Так что... У меня тоже есть вопрос по поводу... Ну, вот в этой ситуации, когда члены родительского комитета или общественного совета могут, в зависимости от креатива, как вы сказали, получить доступ в предвидительное содержание, она характерна, для историки коми, или... Нет, общественный совет, насколько я знаю, по всему региону, он свободно входит в колонию. Просто вопрос заключается в том, как попасть в этот общественный совет. Очень многие не могут попасть, но тут, например, первый общественный совет он состоял все из наших людей. А сейчас в общественном совете и там, по-моему, человек 15, я один только из нашей команды. То есть нас уже близко, так сказать, вот в ОНК еще никуда не денется, а вот уже к общественному совету тяжело отпускают. Ну и там это очень много сделать, приходится делать, очень много простраивать отношений. Довольно сложная конструкция, поэтому большую часть нашей команды не отпускают в общественный совет. что это сложно. Как попасть? Ну да. Ну это отдельный разговор. По материалам там единственное, вот у меня только одно видение, это суперактивность. Вот матери, которые не пекутся о своих детях сидящих или о своих мужьях сидящих, а пекутся обо всех, и при этом они готовы идти на переговоры, на все время вести дискуссии, входить в положение самого ПСИНа, вести наступление, довольно внятное такое, серьезное наступление, потом отступаем, и тому подобное. То есть проще говоря, суперактивные и способные к диалогу. Всем понимают, надо как-то вот этих суперактивных куда-то канализировать. Вот, и поэтому они, практически советы, и там потом начинают к ним как-то общаться. меня интересует вот, что, ну вот с мужчинами, с их перевозкой разобрали, женщин, как правило, перевозят в тройниках, то есть это вообще маленькие запихи. В основном, в стаканах. В основном, в стаканах. Нет, нет, я про столыте. Это тройники, там три места, вместо семи. А с ними тоже что-то решили? Ну, с женщинами получше, потому что изначально с женщинами по вагонзакам было получше. Вот у нас на сегодняшний момент, мы исследования проводим, это постоянно будет. Потому что женщин вообще мало возят. Вот, ну реально мало возят. У мужиков все время переполняют, а у женщин, ну нормально, сидят втроем. Вот, и вот сколько мы сейчас по вагонзакам не работали по женщинам, у нас нет ни одной жалобы. Хотя привозились со всей России. У женщин все время с этим неплохо. Так, еще вопрос. Меня женщины интересуют. Значит, в вагонзаках перевозят, вот, ну, допустим, из тюрьмы в колонию, да, недалеко, женские колонии, вот у нас это сабли на 40 километров, в машину запихивает 21 человек с вещами. То есть это превращается в пытку для людей, вот эти 3 часа езды, 3-4 часа езды. С этим чего-то можно делать? Или это какие-то нормативы такие? Вот это и есть битва. Вопрос заключается в том, что женщин запихивают в стаканы в астазаках, в стаканы в основном. Когда в зону, они уже едут, ну, вот, там напополам у нас разделят. А в зону, может, на 2 части. Ну, 25 человек, тем более, что это... Вот эти себе выполнение... Вот мы сейчас чем занимаемся? Мы ходим, опрашиваем всех женщин, как перевозили, готовы ли выжаловаться, и начинаем методично, в правом поле, доказывать, чтобы они могли доказать, потому что это было выдачное условие и и тому подобное. То есть вот это... И мы обращаемся ко времени. Друзья, подкидывайте нам кейсы, сами занимайтесь этим, начинайте с этим работать. Потому что нельзя решить все проблемы. Давайте хотя бы эти решим. Вот хотя бы по перевозке, давайте эти самые решим. Потому что, если все начнут биться, изменения, ну, хотя бы, сейчас вот. А у нас все меньше сейчас поступает информация, что в стаканы сажают по 2 человека. Раньше сажали по 2 человека. А сейчас, это довольно редко у нас проходит информация, что посадили 2 человека в один стакан. Там один-то еле, поющаяся, второй-то ему на каленке залезает. Внутри это уже катастрофа. Так, мы на самом деле закончились 15 минут, которые отвозили на вас проникали. Если можно ваш вопрос перенести на стадию общих вопросов, тогда мы сейчас сдаем слово Александре. Такое сложно структурированное название, которое получалось у нас в детской сфере Моярина, это тот вопрос, которому я задаю все равно с того момента, как у меня полноса была. Поэтому, как-то, мне сейчас прислали пару смс-ок, что у нас звука почти нет. Со звуком педали. Вот. Это я в слово. Так вот. И... Для меня, действительно, мне почему-то очень важно. Я о методах... Все, что я сейчас говорю, Игорь, страшно интересно, но я боюсь, почему оно кому понятно. То есть оно понятно очень узкому кругу людей и тех, которые стараются этим заниматься. Начиная от того, что такое стакан, и заканчивая... Ну и так далее. Потому что только шуба. И все остальное. И поэтому эти... О методах можно и нужно говорить тем людям, которые плотно этим занимаются. А меня, честно говоря, очень пугает сам институт. ОНК. Пугает своей рекламентированностью. Меня пугает, что люди туда входят на три года. И когда ты туда входишь, ты вообще фиг понимаешь, что от тебя ждет и что от тебя требуется. это волонтерская работа. Это люди, обычно работающие в какой-нибудь общественной организации, входят на три года в такой институт. Ну да, хорошо. Максимальное количество людей, которые туда могут войти, оно огромное. Это 40 человек. Но комиссии по 40 человек у нас в Москве и Петербурге. В Москве. В Ленобласти уже около 10 лет. Даже меньше. Соответственно, входят люди и дальше на протяжении трех лет вот этот состав должен и работать. Должен что-то делать, должен пытаться что-то изменить. Примерно половина из тех людей, которые вошли, даже если они изначально действительно у них был порыв, им что-то хотелось, вдруг поняли, что у них нет на это ни времени, ни сил. Опять же, хорошо по Москве и Петербургу мотаться у нас тут. Четыре СИЗО, три... Ну, в общем, понятно, да? Пять с половиной мест, в которые нужно сходить. Ну, отделов полиции дофига. Тоже хорошо. Но, тем не менее, все рядом и близко. А если, например, в Ленобласти, в которой два человека на сегодняшний день, готовы дать есть. А Ленобласть, извините, от Выборга до Тихвина, и как ты поездишь по всем колониям СИЗО, как далее, совершенно непонятно. И в какой-то момент человек понимает, что нет, ну, я могу там ездить, ну, пусть даже раз в неделю, куда-нибудь. А еще у меня нет машины, я могу ездить, ну, электрички. Я могу, соответственно, я приезжаю в колонию, а мне там три часа времени. Ну, или полтора, если я не очень рано встал. И эти... А еще надо встретиться со вторым человеком второй. А может быть, за эти три года, через два месяца возникают другие люди, которые могли по этим заниматься. Возникают какие-то какие-то возможности. Но вот, по крайней мере, это такая серьезная, на мой взгляд, очень... очень активные мамы. Нет, есть, есть действительно, я вообще сторонница гражданских. Есть, например, эти самые. Не очень ее любят, насколько я понимаю, правозащитное сообщество, но есть только роман. Она не входит ни в эти самые... Какие общественные институты? Ну, что-то это делает. И довольно много, насколько я понимаю, куда-то... Но они скорее по принципу родительских комитетов. Да, объединение там жен, родственников и так далее. В том, что касается, например, полиции и отделов, отделов полиции, немножко, ИВС и так далее, намного больше гражданцев институтов, которые пытаются как-то контролировать. Я вот эти три года... у меня нет ответов на эти вопросы. Но мы просто очень часто слышим о том, что вот есть ОНК, но не работает. Вот это очень часто. У нас таких регионов 80% в которых ОНК не работает. Есть 10% в которых работает хоть кто-то, ОНК, которые работают прям как институты, как целая группа людей, о которых в общем, он говорил, он говорит, таких сколько? Ну, не знаю. Могу посчитать, если бы не считал. В общем, совсем почти ничего. В регионах 12-го есть. Прямо 12. Ну, сейчас я... Если больше 10-го 12, если парочек появилось, то все романит. У нас существенно большой роман не оказалось. В общем, в любом случае меня такая... Уже 9 дней считалось. Я покосила. Покосила. И это пугает. Это один вариант. Второе, то, что тоже надо понимать, что все эти институты, начиная от общественных советов и заканчивая ОНК, ОНК формируется максимально прозрачным способом из всех остальных институтов. И максимально прозрачным способом может пойти в отдел полиции или в тюрьму. Потому что, понятно, должна выдвинуть общественная организация, не менее двух человек, эта общественная организация должна заниматься правозащитной деятельностью, она выдвигает и общественная палата, да, в Москве отбирает, а, теперь нынче региональные, отбирают этих людей и они входят. Если есть конкурсы, они входят в комиссию. Ну, где-то там по дороге проверяют в соответствии их документов требованием закона. И тогда они имеют право походить. И этот, надо сказать, довольно... Двенадцать. и этот процесс такой непростой, прямо скажем, и в тех регионах, где есть конкурс, ну, опять же, их, насколько я понимаю, два, может быть. Сколько у нас конкурсов? Где у нас конкурсов, кроме наступить? Где? Нет, где-то не было. Вот. Соответственно, ну, хорошо, вопрос отбора важен там, где есть конкурс. Но, например, в Ленобласти мы уже столкнулись с той ситуацией, когда были люди готовые войти, но не было ни одной организации, которая их направила. Потому что при наличии... И думаю, что в Московской области очень похожая ситуация. Потому что при наличии Москвы и Питера какой смысл открывать филиал или организацию в Ленобласти? Ты можешь там работать, а быть, например, зарегистрированным в Петербурге. Как, собственно, и делали многие организации. И когда надо было формировать, оказалось, опа, организации нету. А люди-то готовы, может быть, там, из Питера поездить. Или даже областные какие-то. Но нет организаций. И вот эти все институциональные сложности, ну, на мой взгляд, все было бы намного проще, если бы были бы какие-то правила и возможности работы для намного менее формализованных структур, нежели у них. по крайней мере, по крайней мере, такой у меня этот боль. Вот. Это я началась по теме, да? У меня есть вопрос, правильно ли я понимаю, что недавно были внесены изменения в закон каким-то образом, ну, как бы, ужесточившие условия вступления воинка, сократившие количество людей, если... Нет, наоборот, количество людей стало больше, но оно не по закону, а по решению государства, по межрешению. Нет, общественная палата что бывает, нет, сейчас фермерный закон не как бы ухудшил, а может даже улучшил в какой-то степени, там, было два срока, теперь три срока и тому подобное, вот. Просто появились какие-то механизмы, которые нам непонятны и в законе непрописаны. То есть, например, отлупливают людей и непонятно почему. Вот отказали человеку и все. И общественная палата почему-то этому человеку отказала. Почему? Все понятно. Ответа никто не дает, объяснений никто не дает. Все, отлупились. Теоретически, если нет конкурса, они могут отлупить только по техническим соображениям. Вот если нет, то там... Вот у нас человека отлупили и все. Мы... Объяснений никто не дает. Это вот появилась вот такая вот подводная Эрнеста из второго этого созыва. выбили, в третьем он ушел. В связи, чем его второй выбили, не понятно. Ну вот, какие-то там... Все говорят, что это... Ну там говорят, что там ВСИН обратился, и ВИАЛ это не подают. То есть, какая-то система закрытости везде проявляется и там тоже. Если ВСИН может влиять на состав общественной наблюдательной комиссии, тогда это вообще ничем не отличается от любых других институтов, которые пытаются договориться с ВСИН и войти и входить в тюрьму. религиозные организации ходят, но как-то они договариваются со всеми. Да, у них договоры. У них все договоры, у еврейской общины, у православных, протестантов, я не знаю, ни одного, которым ты это закручил. А, мусульман. У нас три полно-структуры. Это исламы, мусульман. Которые с заключенными договорами и планами. А, не договор заключен, просто есть договоры между этими самыми главными религиозными лидерами. Вот, у них там, вот я знаю, что в еврейской общине там раввин какой-то заключил договоры и тоже все мощно. Да, теперь в еврейской общине входят свободно. Ну да, я взяла в дополнение сказать, что когда я гуглила по запросу посещения места заключения, как-то так, мне нужна была картинка для анонса, то все картин, ну, наверное, процентов 80 картинок это священнослужители в основном православные, которые посещают места заключения. Они сейчас активизируют. Да, да, Они все посещают. Реалия это очень системная штука, они недавно активизировались. Это стало, скажем так, где-то таким трендом может быть года три назад, когда они стали очень активно ходить. Просто там была схема такая, что стали строить церкви везде, прямо в везде, в каждой колонии начали строить церкви, просто безудержу. И, значит, вот после этого стало очень активно. Это, видимо, сама политика в православной церкви появилась, потому что должны быть специальные капелланы, что ли? У них всегда были, которые за... Как это выяснилось? Не ездили не всюду. Они вот больше в городах и колонии, которые близко от городов. А, например, маленькие, отдаленные регионы, а сейчас у них как бы установка везде заходить. И они... Есть ли какие-то вопросы к Александру? Если нет вопросов, тогда передаем слово Виктории. Виктория, помимо того, что член ОНК в Органческой области, еще и активистка объединенного группы общественного наблюдения. То есть Виктория может более широко говорить и вообще об общественном контроле над не только местами заключения, но и какими-то другими историями. На митинглях, в отделениях полиции и так далее. Да, мои 15 минут. То есть если продолжать разговор наших предыдущих коллег, то, наверное, в отличие от Саши, у меня нет глобальных проблем от того, что есть ОНК. Более того, я считаю, что это определенное человеческое достижение, которое привелось в нашей стране и, в общем-то, которое позволило сконцентрировать энергию людей и гражданского общества вокруг тюрьмы. Да, это фактически позволенный государством механизм. Но он позволял многим людям, особенно если речь идет про первый созыв, когда, собственно говоря, в ОНК двинулись основно правозащитники, потому что больших сумасшедших, которые сами будут тратить время лазить по тюрьмам и выявлять проблемы с правом человека, не особо много. То это, на самом деле, с моей точки зрения, суперздорово. И то, что сейчас фактически государство пытается этот механизм взять под свой контроль, показывает то, что на самом деле он реально действующий. И во многих регионах, собственно говоря, удавалось многие вещи в тюрьмах открыть. Но, наверное, из последних тенденций, которые есть и которые для меня активно проявились в наборе на предыдущий созыв, было связано с тем, что для большинства людей из гражданского общества ОНК стало чуть ли не единственной схемой, при которой ты можешь условно попасть в тюрьму. Но на самом деле не так. есть много других способов уголовный кодекс Российской Федерации позволяет это сделать, но я все-таки имею в виду с точки зрения наблюдателей. Понятно, что он виден. Государство говорит, ребята, вот есть система ОНК, вот есть федеральный закон, а вот мы еще придумали закон общественного контроля, вот, пожалуйста, стройными рядами идите в том конкретном направлении. И, с одной стороны, конечно же, мы, как, наверное, правозащитники, очень заинтересованы в том, чтобы в ОНК приходили люди, так скажем, правозащитного склада, которые решают не свои какие-то, там, не знаю, частные проблемы того, как провести в тюрьму определенный бизнес, да, смотрят вопросы, связанные с правами человека. Но это не единственный способ, да, и когда мне, например, молодые люди говорят, ну, почему там в 25 лет так, ребят, есть возможность не в ОНК это делать. На самом деле, все, что, ну, это с моей идеологической точки зрения, все, что мы можем себе позволить в любом государстве, то и будет происходить. То есть, если мы считаем, что очень важно заниматься тюрьмами, то мы собираемся в группу и занимаемся этими тюрьмами. то есть, за последние полгода, ну, год у нас было очень много разных историй, как раз понимали, что любые, в общем-то, более-менее адекватно организованные группы, для которых является цель все-таки оказаться в тюрьме, для наблюдения за правами человека, вот, соответственно, в принципе, попадали. Да, то есть, помните прекрасную историю, когда там Маша Олегина вышла, из тюрьмы, да, и ровно через какое-то время они приехали в Нижегородскую колонию и сказали, ребята, пропускайте. И они пропустили, потому что была определенная договоренность, были определенные вещи, их пропустили, и они смотрели то, что происходит в, соответственно, в данной тюрьме, да, и в данной колонии. И вот то, где мы, как граждане, выстраиваем линию взаимоотношения с властью, это, собственно говоря, тоже от нас сильно зависит. То есть, понятно, что государству очень важно закрывать все институты, но то, что нам важно, мы тоже, в общем-то, можем проявлять степень активности, о которой говорил в том числе Игорь Сажин, да, он, это, про эти вещи, да, то есть, если есть мамки, которые говорят, что нас интересует то, что происходит в этой колонии, они, правда, туда смогут пройти рано или поздно, там, как бы, через разные способы, особенно, если мамки образуются еще достаточно конструктивными. Соответственно, на самом деле, помимо УНК, есть много иных способов сделать так, чтобы то, что происходит в тюрьме, то, что происходит в колонии, было явно, понятно и, возможно, интересно нашему обществу. Здесь, как бы, глобальный вопрос интересует ли наше общество вообще все, что происходит в закрытом прожжении. Но, в целом, если появляется группа людей, которым это интересно, то да, это возможно. И то, что сейчас Женя сказала про группу ООН, да, это совершенно гражданская инициатива, которая родилась много лет назад, исходя только из того, что мы видели то, что происходит на наших улицах во время проведения публичных мероприятий. Не секрет, 2020 год сильно повлиял, так скажем, на сознание людей. Именно в тот момент возникла группа гражданского ООН, объединенная группа общественного наблюдения. То есть, это просто собрание людей, которые говорят мне, ребят, нам очень важно смотреть то, что происходит на улице. Если мы видим, что происходит некий конфликт между гражданами и властью, то мы можем быть условными третьими сторонниками и смотреть за тем, что происходит. И эта идея пошла, и она пошла дальше. Она сначала пошла в позицию после митинга, потом в суды, что очень логично и соответствует реальности Российской Федерации. Но так или иначе, молодые люди и не только молодые люди в разных регионах начали иногда достаточно системные вещи, иногда, ну, черт тут сказать, достаточно хаотичные вещи, связанные с гражданским наблюдением и с тем, насколько сотрудники полиции готовы пропускать граждан для того, чтобы в полиции, например, они могли посмотреть, что происходит с людьми в камере. И это все происходит на определенном балансе. То есть, как только появляется группа, которая говорит, что, ребят, нам интересно, соответственно, появляется тот актор, с которым, в том числе, власти приходится взаимодействовать. Поэтому, поэтому я не знаю. То есть, с одной стороны, конечно, можно улучшать институты, связанные с ОНК, и пытаться сделать так, чтобы все-таки в ОНК приходили новые люди и правозащитного склада, да, но это не единственная форма, и более того, у нас есть сейчас, на данный момент, с моей точки зрения, еще много возможностей влияется на различные органы власти, в том числе влияет на закрытые учреждения и встанет свободы. Поэтому, ну, я, наверное, на это пока накачу, а такой вопрос. Спасибо. Вопросы? Мне так кажется, что без регламентации гораздо проще отказать. Чем больше вот таких неизвестных каких-то полян действий, тем проще отказать по самым разным поводам, не пустить одного, другого, да? То есть, вот, когда это все на личных контактах, это очень ненадежно. Лучше, чтобы это было прописано все досконально. Тогда вроде не должны отказать, да? Да. Буквально совсем недавно в наше любимое 78-ое отделение полиции. Приходит туда член ОНК после, ну, по обычным задержаниям во время каких-то политических этих самых обнаруживания там избитого человека. Просят документы, которые обычно без всяких проблем, когда ты приходишь, тебе дают журнал в регистрации, вообще без проблем. Мы с этими журналами просиживали хреново тысячу часов. Но тут вот вдруг оказалось, то есть, то есть, то есть, то есть, то полиция не дает больше журналов члену ОНК. И пока ты там находишься, ты ничего с этим сделаешь. Ну, ты уходишь в журнал благополучно переписываться, ты идешь. Хотя статус они знают. Прекрасно. Мало того, что знают, в этом конкретном отделе полиции все были уже по 10 тысяч раз. После чего, ты уходишь, идешь к начальнику РУВД, ругаешься к начальнику РУВД, начальник РУВД говорит, ой, простите, они были не выспавшиеся. Но за все это время прекрасно. Это к тому, что на самом деле статус вообще не очень сильно и право на что-то не очень сильно тебя защищает от того, чтобы тебе это не выдали или отказали. У меня вид дополнения. С одной стороны, я с вами абсолютно согласна. Когда мы говорим про какие-то договоренности, понятно, что если они есть, то самый идеальный вариант для представителей условно-гражданского общества их зафиксировать, потому что приходит другой дядя и договоренности приходится замуж строить. Но это уже другой вопрос. То есть договоренности в рамках УНК существуют одни, они зафиксированы в нормативных актах, законах и так далее. договоренности с другими группами могут быть действительно в рамках различных договоров и так далее. Потому что это правда из веселых историй, я не знаю, почему не было с ним. Мне кажется, очень веселая тема. В Воронеже у нас была история связанная с тем, что регулярно все отделения полиции проверяют. То есть кто-нибудь приходит в какой-нибудь общественный совет или что-то суровое какие-то мысли. И у нас есть некое линейное отделение, которое просто на таких задворках, что его никто не знал. И так получилось, так как Дом прав человека достаточно известный в Воронежской области и оттуда нам звонит полиция и говорит, ребята, приедите, проверьте нас, пожалуйста. Нам очень важно, чтобы нам кто-нибудь проверил, что у нас хотя бы что-то есть. И так несложно фактически у нас с ними происходил загвозит, что мы приезжали и смотрели вообще что у них там есть, насколько у них развалился дворик, насколько на следующее время нашего приезда ему подчинили весенку, двойство и так далее и тому подобное. И в какой-то момент они сказали, ребята, давайте мы тоже с вами заключим договор. Понятно, что это запрос власти, но они захотели определенных вещей и определенных рам. Хорошо, замечательно. С моей точки зрения, чем больше власть нам будет предлагать каких-то вещей, тем больше возможностей нам для взаимодействия с ними. Поэтому, конечно, если там есть возможность договариваться, то есть возможность договариваться. Но опять-таки, с другой стороны, я знаю много практики солдатских, ой, солдатских, извините, родительского комитета, когда тетушки вполне конкретные, у которых мальчики сидят, по 15 лет, действительно выступают фактически такими гарантами всех договоренностей, которые есть. Это работает. Поэтому, я думаю, что и тот, и тот вариант возможен. А когда не пускают, это значит, что нарушение там уже точно есть в этом месте. Если мы говорим про НК, конечно. Нет, всякое бывает. Даже больше меня один раз наблюдала, вообще не пускали, просто потому, что реально у дежурного такое было гадское настроение. Я вас не понимаю. Нет, это уже уже случилось. У него реально было, то есть у него внутри, когда мне ничего особого, вообще ничего не происходит. Более того, мы все видели, что там внутри происходит. Но у него был какой-то этот самый, он сказал, я вас не пущу. И пока мы не позвонили, два, пока мы не позвонили, до этих пол ничего не никак. Пожалуйста, Ваш. Меня зовут Петалин. Я маленькую историю расскажу, там вопрос сам появится. Года три назад ко мне обратился человек, подполковник медицинской службы, начальник медицинской части колонии. на металке. Колония, которая проверка с Москвы. Хорошая вообще. Вот по такому вопросу. Есть такие вещи, как оксы. Они никуда еще не делись, отдел капитального спейса. Хороший менеджерский вопрос по поводу всеми. Очень хорошим. Он говорит, так, ну так, ну, через знакомых. А вот помогите нам, пожалуйста, вот там с проектированием, там, с организацией, сейчас объясню. В общем, ремонт, ремонтные части конкретно, там нужно было рассчитать, там нагрузки, как, я энергетик, да, вот по этим делам, да, и вот то, те деньги, которыми мы располагаем колонии, если пойдет ХИГЗОКС, то получится всего лишь один этаж. А если мы эти деньги как-то сможем сами, да, проявить, ну, реализовать, да, то мы и все метец делаем, и вот какой-то отбежит ищем. Вот за этим есть какой-то вот, как бы, на это внимание вращается, кто-то считает деньги. На ваш взгляд, не регулярно, но есть ли такая? В нас внутрь управление, так управляется финансы ФСИНа, никто никуда не пустит, никогда. Единственная вещь, в которую финансы нас пускали, заключалась в следующем, я расскажу маленькую историю. Значит, мы как-то в 90-е годы решили проверить психиатрические больницы в городе. Она одна. Проверили, все очень здорово, через полгода, через 2 месяца звонок из психдиспансера, говорят, приходите, нас проверьте. Ну ладно, пошли их проверять. Нам все показывают, там есть вот это, вот здесь трибуна, трибуна, вы же видите. Мы ходим такие, ну, кто же, зачем? Там понятно, это наша инициатива была, а здесь там зачем? Ходили, ходили, вышли с главврачом, говорим, а что у нас вообще позорит? Сыды? Ну как? Вы знаете, после вашей проверки, сколько денег выделили на психбольнице? Может, нам выделят? Вы только напишите, что тут требуется, тут, 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 тут. Вот на это их хватает, вот на это их хватает. а вот движение этих денег внутри, я думаю, что это все-таки, ну, скажем так, какой-то второй, третий, четвертый, там, потому что деньги внутри, вот финансовое движение внутри ФСИНа, если я правильно понял ваш вопрос, это вещь пока очень закрылась. Недоступна, да? Это очень закрылась. Спасибо, вы ответили. А вот так они очень любят в общем все подразделения, вот это. Центр содержания иностранных граждан, он просто чуть ли не в списке мне бытовал, как-то, 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 там, кровати, матрасы, эти самые три помещения, отремонезы, вообще, да. Пожалуйста, ваш вопрос. Да, к сожалению, здесь нет людей, которые конкретно знают, как защищать права. людей, находящихся в местах заключения, а также в психиатрических больницах, которые сами прошли в 60-е, 70-е годы. Я вот у вас хотел бы спросить по поводу денег, то, что объяснили, товарищи, это понятно. Работая в органопласти с 90-95 год, я хорошо знаю, как сейчас кто-то проверяет деньги в нашей стране. Не только вовсе. А вот люди, которые находятся в психиатрических больницах, Цыктывкара, Воронежа, вы сталкивались с применением то, что называется, карательной психиатрии. Потому что эта практика восстановлена в современной России точно так же, как в Советском Союзе. Можно отвечать? Поверяюсь. Значит, давай так, 76-й закон не распространяется на психиатрические больницы. Увы, мы очень мечтаем, чтобы распространилось. Как вы заметили, из моего рассказа мы ходили проверять по собственной инициативе нашу психиатрическую больницу. И, скажем так, у нас она постоит под контроль. Я вам скажу так, это жутко закрытое учреждение. Нам удалось только добиться, добиваться только в одной области. Это, сейчас очень такое страшное правило, оно работает в многих регионах. Это по детям. что одна история. Девочка погибает оба родителя, оставляет ей две квартиры в наследство. Остается одна, родственников ближайших нет. Ее помещают в детский дом. А дальше происходит чудо. Девочка становится сумасшедшей. Какая-то вода вообще неуменяемая. Мы ее объясняем детскому дому. Вы поймите, человек пережил такое страшное. Конечно, у нее будут сдвиги. Вы что? Меда неуменяемая надо в психушку. Потом выясняется, зачем это нужно было. Потому что там есть откат на технологии, как ее лишают квартиры, дееспособности и тому подобное. Это происходит эта практика с 90-го года по всей стране. Абсолютно верно. И вот мы начали ломать эту практику. То есть по этой девочке нам удалось добиться того, чтобы нашли... Да, нет, мы еще занимаемся несколькими детьми. Но, увы, это та часть. Почему эта часть? Потому что мы находим родственников, убеждаем, что мы не можем вторгнуться туда, нам лупят по рукам и позволяют. То есть вот когда есть тот, на кого мы можем опереться из родственников, хоть какой-то отдален родственник, скажет, да, давайте подъемся за мою родственницу. Вот там удается что-то сделать. В реалии, скажем так, на сегодняшний момент, это одно из непаханных полей. Одна из страшнейших болевых точек. И вот я сидел сейчас в гостинице здесь рядышком, да, и мне сейчас вот есть смс-ки, вот женщина прислала, и сказала, давайте побьемся, меня психически больным объявляют. И сейчас, вот ты сказал, 30-го приезжаю, давайте вместе сядем, поговорим, поймем, что мы можем сделать. То есть, понимаете, это взваливается, но это самая болевая точка. ну вы, реально, ну затронули такую болячку, старшую. Владимир Дорогович Ниткин, член наблюдательной комиссии с момента их основания, когда я побыл в психиатрической больнице в сентябре месяце этого года, вышел оттуда, проконсультировался с ним по поводу не себя, по мне было мне все понятно, по поводу человека, который там находится уже три года, ну и сказал, бесполезно. Бесполезно. Никто не возьмется, в отличие от Советского Союза, потому что все психиатры ведут частную практику. И как только они что-то начнут расследовать, они тут уже частную практику потеряют. Поэтому ни один психиатр туда не суется. Больная. Больная. Что значит, больная? Больная. Просто то, что стало хуже в сто раз в сравнении с Советским Союзом. Это не к всем шестому закону. Это вот правозащитники сами должны заниматься. Мы занимаемся в нашей организации. Немного. Никто не пустит. Потому что пускают. Не пускают. Профессионалы. Да, не пускают. У меня вопрос в связи с этим. А какие еще подобные учреждения хотелось бы видимо расширить сферу деятельности? Может быть и наши. Но есть... Ну то есть... именно на задержание сферу деятельности. Они сейчас включают. Не пускают. Хотя нет, их нет в списке, но пускают. Но они сейчас же подготовлены по правде. Они уже в каком-то чтении приняты. В общем, я надеюсь, что сейчас выжнутых обратно. Они были у нас, мы ими занимались. А сейчас пускают все как-то в корее? Еще что-то где пускают. Почти везде. Это доброе воря. Да, в доброе воря. Почти везде. Эти самые... Сейчас бы я отвечу. Ну, детские дома. Все организации, которые работают с детскими домами, они все говорят как один, что они там на птичьих правах и стоит им чуть-чуть перестать заниматься благотворительностью, а начать заниматься спасением каких-то людей или какими-то правами, то все, они заканчивают всю свою благотворительность тоже и это страшное дело. Психоневрологические интернаты страшное место и детские, и взрослые. Ну, вот в Ленинградской области в Нурции Петербурга их практически нет, есть в Петергофе... Волоносе. А, Волоносев, это Питер, да? Да. В Ленинградской области. Это область. В области? Нет, это... Много, а в городе... Город Ленинградский? В области. Я что-то запуталась вот в этих, но они все на перепели. И... Вот эти вот детские у нас почти приличные, а там очень много разных программ и аккационных и всяких, а взрослые, конечно, очень страшные. И там совсем никого нет, и совсем ничего никакого контроля. И... не то, чтобы я была бы готова прямо завтра заниматься этим в полной силе, но это то, то, в чем жизненно необходим контроль для гражданцев. гражданцев. Ну, там и для стариков, и в полиции, и дома, они тоже требуют социального понимания. Очень серьезно. Достаточно широкая социальная сфера. Да. Но на самом деле все те места, из которых люди так или иначе не могут выходить самостоятельно. По теме иной причине. По теме иной причине. Сейчас медицина выведена из-под гуфсины или нет? Формально? Да, неформально? Нет, меня вот формальная сторона интересует, выведена формально, да, или нет? Если вот нарисовать, как это выглядит, проще говоря, медицина на местах, сейчас стала подчиняться на прямую Москве. Но в реале это не так. Но все равно гуфсину. Да, не гуфсину. Кому? Министерство... Гуфсину, в смысле? Да, гуфсину, гуфсину, гуфсину. В московскому гуфсину. А вот, не знаю, как правильно спросить, ОНК, ну вот, все вместе могут что-то делать, чтобы вывести его из гуфсина в подминистерство здравоохранения? Ну, я серьезно. Нет, я, конечно, как любой гражданин был. Никак члену ОНК. Никаких специальных подробностей нету, да? Нет. Ну, возможно, имеется в виду, что то есть никаких рекомендательных вещей вы не можете сделать. Имеется в виду, что наше слово должно весить больше, теоретически, чем гражданина. Ну, например, какого-нибудь врача или специалиста или даже священника может весить еще больше. Ну, то есть, как бы тут никаких специальных полномочий законотворческих или каких-то... Я просто помню, что много говорилось, что все-таки медицина будет в Министерстве здравоохранения, а не под ГУПСИ, так это все... Если мы нароем еще больше нарушений, то, может быть, еще что-нибудь изобретут. Благодаря тому, что нарыли очень много нехороших вещей и извинения это произошли, вот мы копаемся и ищем, находим, доказываем, что контроль не изменился, отношение с СИНом не изменилось. Они так баси-баси продолжают сотрудничать и покрывать друг друга. Это все продолжается. Многие же сейчас говорят, да, произвели изменения, что? Это к чему-то привело? Да, это к чему не привело? Как, извините, меня кроют медики в СИНовцах, так и продолжают покрывать. Хотя уже кое-где произошли столкновения, потому что начальство медицинской части требует одно от медиков, а колония руководства требует другое. И уже произошли стычки, уже первые расположены. Вопрос не про системные проблемы, а можете перечислить какой-то набор схемы или ситуации, конкретная ситуация может решить ОНК? Ну, не знаю, звонит человек, говорит, здравствуйте, меня пытаются в СИЗО, или здравствуйте, мне не передают передачку. ОНК работает, в общем, можете назвать сколько-то? Много схем может работать. Лучше у нас это работает так, у нас есть телефон горячей линии, не ОНК, а, допустим, нашей организации. и если касается тюрьмы, или воинских, ну, там же, вы знаете, четыре, как бы, ведомства под контролем ОНК, это тюрьма, это полиция, это ФСБ, в смысле связанный заряд РФСБ, он один единственный, и да, голубатый. Вот, так вот, если звонок касается этого чего-то, то мы, как членов ОНК, начинаем просто активно действовать, ну, там, сообщение, вот в полиции избили, мы можем тут же подать заявку и буквально в течение часа зайти, час-два мы можем зайти, выявить этого человека, посмотреть по документам, если у нас есть, у нас был пример, когда мы тут же пошли в ОСБ, значит, полиции тут же пошли в следственный комитет, и машина завертелась, и полицейские были осуждены и тому подобное, то есть, мы можем быстро отреагировать, то же самое по тюрьме, если нам приходит звонок, происходит избиение, ну, например, из последних, когда к нам обратились, сказали, что, значит, мой сын не получает медицинскую терапию, он вечерик, он не получает терапию, у него повреждает центральная система, не могли бы вы, как бы, что-то сделать, я звонил, самим честь, сказал, у вас какой-то, такой-то, ему не оказывается терапия, вы можете мне объяснить, в чем дело, как это получается, они мне, все, у нас все есть, по звонку сказали, все, терапия вся получается, там, там, у него был перерыв, это было связано с тем, что он переводился с Ивановской области, да, мне объяснение данные были, я матери, это объяснил, с этим человеком, поговорил с ним, он очень удивился, что мама этому, что возмущается, так вы, хоть матери как-то, звоните, объясняйте, и тому подобное, но, во всяком случае, я убедился в том, что центральная система, по виду, человек не поражена, давно, внятно отвечает, разговаривается, не лежит пластом, потому что были моменты, когда мы приезжали, а человек действительно лежит пластом, и да-да-да, надо что-то делать, то есть, я думаю, что один из таких вот элементов, то, что, во-первых, можно убедиться, может быть успокоить, но и в то же самое время, вовремя, там запустить механизмы, связанные со следственным комитетом, с отделом собственных безопасных, не только, и по тюрьмам то же самое. А по тюрьмам удалось? По тюрьму хуже, там концы воду легче. И концы воду безопаснее. Ну да, то есть, они там очень хорошо прикрывают все, там сложнее, много это все делать, они потом тебе дают все, что, оказывается, применили спецсредства, и все было правильно и законно, и даже видео есть, как будто он там чуть ли не лезвие достал, правда, видео такое, вот, шарохали, какой-нибудь его, вот, вот, вот он, видит, там, отчет незаметно, плохо видно, что он подостает в лезвие, и там, ну вот, понимаете, вот такая конструкция, и у них это, в полиции с этим хуже, а в тюрьмах с этим полегче, потому, там, таких прищученных в тюрьме, и это вот, одна из мощных структур, которая сейчас объявлена иностранным агентом, у Игоря Каляпина, мы про тюрьмы с ним много говорили, он говорил, блин, вот, тяжело зацепить тюрьму, тяжело, они умеют прятать концы в воду, тут сложно уцепиться, слишком много у них защитного механизма, в полиции, не подскажите, а дисциплинарная баталина сейчас есть, вы сказали про галктуахту, нет, ну, в смысле, есть же вот эти вот, на военной галктуахту, да, 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 а вот сейчас, почему актуально, у меня сын, сейчас служит, вот, Саша, сейчас по решению суда на галктуахту, или вот, давайте так, момент, полиция, могу рассказать, с тюрьмой могу рассказать, с психиатричком даже могу рассказать, а вот, то, что посещал, а вот у нас в коме ни одной галктической вахты нет, ни одной, вот не знаю эту тематику совсем, вот извините, у нас солдатские матери этим занимаются, и мы тоже не знаем совсем, почему, вот и прекрасно, но они все-таки решение должно быть, все-таки, ну, я тоже, вот, этот вопрос, и ко мне к тебе вопрос, вот, ну, я понимаю, там, родительский комитет, я даже представляю, что это такое, правда, я не думаю, что у него выход какой-то есть, ну, бог с ним, ходят и ходят, у НК, что да, а вот, я плохо себе представляю, какая может быть еще законная схема попадания в колонию, ты, конечно, там, Алёхина, да, они освободились и зашли в колонию, вот, каким образом? за счет того, что вокруг них было достаточно серьезное общественное мнение и определенный интерес, по-это, можно же общественное мнение, все равно надо, ну, какие-то основания, чтобы колонию зайцев, потому что, вот, какие механизмы будут работать? ну, то есть, например, история агона, она всегда связана с поиском тех самых белых пятен, когда человек может взять и сказать, ребята, вот здесь вот нам не запрещено, значит, все разрешено, значит, мы идем, и, как бы, да, наверное, в нашем сообществе проработаны как раз все полицейские темы, да, как мы вот заходим в отделение полиции, как мы пытаемся понять, что там внутри происходит, как общаетесь с людьми, как общаетесь с людьми, кто задержан, как раз, в тюрьме, мы все гораздо сложнее, я могу сказать, что в разных облогах, грубо, которые смотрят за тюрьмами, по-моему, вот, только формируются, и мы как раз пытаемся находиться с санкером, но на мой взгляд, как только появляется в каком-то регионе группа условных людей, которые говорят, что, ребят, нас интересует то, что происходит в тюрьме, нас интересует, как бы, условно, возможно, там, не ваши финансы, в первую очередь, там, не ваши, как бы, личные вещи, нас интересует то, что происходит с правилом человека, то можно выстроить любую, собственно говоря, компанию, при которой заход внутрь, возможно, более того, не знаю, в, не знаю, как у вас, но, например, как текуете, в открытых дней, там, когда, у всех говорят, ребят, приходите, вот, и, ребят, приходите, обычно приходит кто? Родительские мамки, соответственно, как бы, все виды религиозных структур, и ОНК, ну, плюс общественный совет, но, если тема интересная, как бы, об этом можно вполне узнать, можно прийти и, действительно, сказать, ребята, у нас новая инициатива, мы тоже хотим с вами сделать, действительно, у нас еще, подсоции, всяких разных идей, но, как бы, это достаточно точечная вещь, и ее, действительно, нужно прорабатывать в разных регионах, более того, даже открытый запрос, в общем, что, ребята, мы хотим прийти в ту или иную колонию, скорее всего, будет поддерживать, если речь идет, будет идти, и про, как бы, людей, которые находятся в списках экстремистов, ну, и так далее, это на собственном опыте, или это так, гипотетическая возможность, у меня, вот, у меня нет собственного опыта, потому что, последние пять лет, у меня есть мандат, и где появляется фамилия Громова Виктория, то автоматом, как бы, они говорят, а, вот, да, это ЧМФК, то есть, как бы, я лично проверить это не могу, это должны проверять люди, у которых нет вот этого составляющего. Я могу вам показать, вот, сейчас есть несколько властей, ну, по крайней мере, две области, в которой я очень удивлен, почему не занимаются общественники, хотя это связано с тюрьмой, и заходить в тюрьму не надо, но, тем не менее, пользу ты принесешь, неимоверно, очень простая вещь, почему не проверяют места, связанные с передачей посылок, это открытое пространство, почему не проверяют места, где люди ожидают свиданий, почему люди не проверяют, вот, простая вещь, в городе, перед спецприемником, перед входом спецприемника, оборудовано ли данное место, почему, а вот места, где родственник, или близкий, или знакомый, соприкасается с местами решения свободы, ребята, контролируйте хоть все это, потому что это никак не запрещено, и, а мы этим не занимаемся, мы этого не делаем, не знаю почему, взялись у НК, мы там, когда у НК еще не было, мы пошли, решили у ФСИНа проверить, как родственники дожидаются, значит, свидания, ну, извините меня, это просто какое-то средневековье, дикость какая-нибудь, но самое главное, что, ну, другие-то этим не занимаются, прошло много, стали члены НК, много, как-то все это забылось, и люди, есть люди, говорят, вот, мы хотим тюрьмой заниматься, говорят, хорошо, идите к спецприемнику, и посмотрите, оборудованно хорошо это место, вот, для родственника, они приходят, и говорят, слушайте, да, скамеек нет, от дождя укрыться негде, люди стоят перед двородами, никаких правил не висит, значит, вызвать как-то работника невозможно, сейчас не выходи, да, ничего, то есть, понимаете, вдруг они выясняют, что это можно постоянно контролировать, и, кстати, это можно постоянно контролировать, и это очень сильно влияет на то, что находится там, так что, первое, может, давайте на опыт, мой опыт показал следующее, когда первый созыв собирался в НК, была катастрофа, страшная катастрофа, не добирали, хотя говорили, заходите, кто хотите в НК, кто хотите, такой сброд попер, то есть, ну, как имеет в виду сброд, ну, то есть, они пускают туда самых отчаянных правозащитников, которых потом близко уже не подпускали, в смысле, ребята, которые просто вот влетают в любое место решения свободы шашкой на голову, вся вы сволочи, и тут же начинают рубить в силовцев, как бы, в капусту, вот понимаете, вот, такие люди пошли туда, потом это вспомнили, и активно, но даже с этими людьми, даже с самыми отчаянными, даже с теми, кто просто впихивали в НК, еле-еле набрали половину региона, еле-еле, еле-еле, государство сказала, заходите, контролируйте, и обнаружилось, что общество не готово, понимаете, общество просто не готово, а сейчас, пожалуйста, есть возможность, можно зайти, но у нас, почему-то, большая часть людей не хотят создавать общерпл, потому что там через пять лет надо, чтобы организация пять лет была, а потом уже начинаешь, как бы, я говорю, сейчас молодым, вот, мамки приходят, и говорят, создайте общественную мир, через пять лет вы войдете, в ОНК, почему? Ваша организация посуществует пять лет, а потом можете спокойно зайти. Не хотим, не можем, есть проблемы, вот, понимаете, сейчас, что у нас страны не троится? Война Украина, и голубая, что у тебя что строится? Друзья, очень важная война, вот, у нас, сейчас, есть возможность создавать культуру контроля, все готовы заниматься, чем-то будет. Понимаете, она была... Через три не будет. Понимаете, я вам скажу очень простую вещь, мне понравилась публикация в медиазоне о том, какое ОНК было в 20-е, 30-е годы в Советской России. Оно было. Понимаете, люди, культуру, в 40-е годы ее полностью изничтожили все это дело. Много чего было. Давайте реплики... Вот в том-то все, в том-то все и дело. Вопрос заключается в том, мы ответственны за ту культуру, которую мы создаем. А мы даже культуру... Вам не дали вырасти и вас уничтожат. Абсолютно точно. Либо мы сейчас занимаемся делом, либо мы посыпаем пеплом голову. Гражданский контроль же надо защитить только Александра Никитина. Нет, у меня реплика. Абсолютно. Гражданский контроль в Питере. Пожалуйста, Ксения, вопрос. У меня, может быть, немножечко не в тему вопрос, но просто интересно, что происходит действительно там. И поскольку вы давно уже туда ходите, может быть, вы знаете, какие-то волонтерские проекты, там, не знаю, режиссеры делают спектакли, такое было когда-то, там, литературный кружок, еще что-нибудь. Такое вообще создается, возможно сейчас создать. И какая динамика есть? Больше, меньше? Как они развиваются? Раньше это было довольно широко, потому что там не было ничего регламентированного. Сейчас это стало весьма ограничено. А сейчас это стало в религиозную уходить плоскость и тому подобное. Но раньше и телевидение заходило, и спектакль заводили, мы дискуссионный клуб заводили в тюрьму. Это у нас было такое, мы несколько раз дискуссию устраивали в тюрьме, связанной с ответственностью, со свободой и тому подобное. Сейчас это стало весьма ограничено, как бы более жестко стали к этому относиться. А раньше там неуверенная туча протестантов заходил. Очень многие заходили. Вход такой был достаточно сложный. Сейчас это все стало жестче. Это видимо все-таки вот... Да, происходит какая-то закрытия система, а с другой стороны они стали побаиваться общества, они стали понимать, что с конструктивом и деструктив может зайти, и они в каждом видят деструктивного и тому подобное. То есть такая вот... Ну, потому что, я думаю, тут и мы виноваты, мы иногда не предлагаем им неких конструктивных вещей. К сожалению, вот такое. Мы сами очень плохо в этом деле что-то делаем. Ну, из маленького опыта, как и странно, прекрасный... Ну, порой, что все, но относительно прекрасное слово я не могу ляду. Я не знаю, что ворожество и все это супер прекрасно. Вот. Но опять-таки пришел и сказал, ребят, а давайте мы сделаем вместе в первую сторону, только правую человеку. Вот. Причем как бы и тем, и другим, и сотрудникам, и так далее, и так далее. Вот. Но это очень редкий случай. И вот, ну, тоже соглашусь, что, в общем, у нас тоже по творческим проявлениям внутри колонии практически ничего нет, кроме творческого конкурса Калина Красная, который идет на каждый год. Нет, нет, нет. Ну, это же то, что организуется самим Сином в колонии. Не кем-то... Ну, как сказать? Они же привлекают общественников. То есть общественники там активны. Они приезжают, они отсматривают и так далее и тому подобное. То есть вопрос в том, что мы внутренние делим общественность, да, мы делим общественность. Есть одни, есть другие. Есть кому нравится Калина Красная, а есть те, которые занимаются другими творческими идеями. Вот. Поэтому, как бы, вот с другими творческими идеями сейчас, конечно, там все всегда достаточно сложно, и как бы государство явно хочет понимать о том, что происходит внутри Калина Красная. Ну, вот, в Питере фестиваль, кинофестиваль «Послание к человеку» уже несколько лет, наверное, два или три года Кристалл делает. и на показ это вот из того, что меня известно. Нет. По-моему, детскую колонию в Питере вполне пускают. Детскую очень, но они пускают у нас. Ну, не знаю, как это других, но я так подозреваю, что детские вообще на особом положении. Они очень изменились, сильно изменились, душу, что... Потому что всяких, и туда все, и психологи, и всякие программы, и даже международные программы. Ну, бывает, что туда прорываются. Ну, в общем, там же действительно очень много разных программ. А во взрослых, да. Но, тем не менее, кстати, в СИН ждет предложение и говорит, давайте, давайте приходите, будем обсуждать. Я не знаю, но вот у меня еще такое ощущение, что мы снизили, может быть, сами свои предложения. может быть, там самим стоит подталкивать какие-то культурные вещи туда. Я больше всего болю всегда на знамях самих, нас самих, поэтому... я вот что-то тоже бог себе представляю, что ходила бы какая-нибудь инициатива, ходила-ходила, а потом ей сказали в США, больше не ходить. Скорее всего, это перестало ходить, а новое, уже новое, уже сложнее пройти. Вот, скорее, как у меня какой-нибудь такой механизм. О, кстати, в Амурской области ребята там ходят в фильмы снимать. Вот, в интернете, на Индиве, по-моему, несколько фильмов есть, вместе со заключенными снимают фильмы. Так что есть, по местам есть какие-то интересные. Да, как «Колени красные» хорошо показаны, как заключены поют. Нет, там, кстати, очень интересно, они о судьбах своих рассказ, довольно тяжелые такие фильмы, о судьбах своих. Понятно, что... Ты тоже хорошо снял. Да, мы довольно покаянные, конечно, но про условия ни слова. Про условия ни слова. Вопрос у Жанны, да. Ну, я приколью меня про то, что очень трудно попасть вот в Питере, вот я уже очень давно хочу, а никак, это все сложная очень система. А вопрос у меня такой про состояние вот этих трудовой повинности. Как удается контролировать, сколько времени работают люди, что это за труд, насколько это жесткие нормы, в общем, и если эти нормы не выполняются, что происходит, вот это все сфера. Ну, скажем так, мы этой тематикой немного занимались, но решили, что не будем пока брать ее приоритетной. Да, там хуже некуда ситуация, хуже некуда, потому что оплаты сильно арабские, вот, значит, условия работы очень тяжелые, имеется в виду, как, не выдают форму, не выдают перчатки, у нас вот в лесу работают все-таки коми-республика, лес, валят, не выдают, негде сушить одежду, там вот, ну, много вот таких вещей, все очень сложно, просто это должен, кто-то должен заняться этой тематикой, мы говорим, нас сил не на все хватает, поэтому, скажем так, тематикой это можно заниматься, там есть сложность, если вы знаете, в нашем законодательстве есть такое очень страшное ограничение, можно подать в суд только на 3 месяца перед судом, на невыданную зарплату, маленькую зарплату, у нас вообще по трудовому законодательству можно подать суд только на 3 месяца поставить, вот, есть такое жесткое ограничение, это вот в трудовом законодательстве, да, да, если человек на свободе, ему легко, он может подавать, потом дальше подавать, а когда ты в колонии, на колонию подать, это катастрофа, ты получишь такие жесткие ограничения, тебя там будут из ШИЗО не вытаскивать, будут в ЕПКТ, ты будешь мучиться, то есть там будет такое давление неимоверно, поэтому, когда выходит, он может подать только на последние 3 месяца, и практически это сломать систему не может, изменить ее, сделать ее лучше, ну вот, последние, как бы, наши заходы, вот, мы считаем, что надо вообще вот эту систему трудовую, на нее начать, ее контролировать, но начать с небольших мелких вещей, с выдачи одежды, сушки, и тому подобное, таких вот небольших, и постепенно двигаться в эту сторону, но есть одна важная вещь, сами заключенные цепляются за любую работу, за всякую систему. А почему? А ее нет. А это такая скука сидеть, у нас большие сроки. А то, что получалось в записи в дневниках Толокольниковой, там все наоборот, что в женских по-другому, там наоборот очень много труда. Вот, не знаю, у нас женская одна колония, у нас там тоже очень небольшая, это, видимо, Можайская колония, она получает вот эти вот заказы очень большие, да, а у нас в колониях, дай бог, чтобы одна треть на работе были, все остальные без работы, и люди мечтают на работу пропасть, чтобы как-то время убить, просто мечтают на работу попасть. Это раньше в советское время, извините меня, работа обеспечивали всех, и это было там блатно, отказ от работы, такой блатняк самый крутой. А здесь просто люди мечтают попасть, они готовы все прощать, они готовы получать копейки. Да, очень расстраиваются, когда получат совсем копейки, но тем не менее, она очень хотят попасть на эту самую работу и готова скрывать очень многие вещи. Вот, но вообще, сама работа с заключенным в местах решения свободы, это тяжелая штука в том отношении, что они очень легко уходят от того, что они жаловались буквально день-два назад. Боятся? Очень сильно боятся. Потому что давление, и мы уже к этому уже привыкли, и когда нам заключение говорит, я пойду с вами до конца, все, мы прижмем, мы говорим, хорошо, хорошо, мы тебе верим, мы тебе верим, все. И мы отлично знаем, что через некоторое время это единицы есть людей, которые становятся и идут до конца. Это вообще неимоверно мужественные люди, их хочется поддерживать, с ними хочется быть все время рядом, ну, в смысле, как-то оказывают помощь, но их единицы, потому что давление такое, технологии не насильственные, абсолютно не насильственные, никто не бьет никого. то есть просто по уставу, если каждую секунду контролировать, то уже наберется там на штрафной изоляторе. Да, это же не контролируется, потому что там, например, за «не поздоровался» можно загреметь в ШИЗО, за «не поздоровался». Почему? Очень говорят, «О, как интересно, хочешь по колонии?» Все, «Здравствуйте, громко так!» Говорят, «Ну, попробуйте их совершить». Тут же скажут, «О, не поздоровался». Так что там все громко произносят. Вот, так что там сама конструкция такова, что назвал на «ты», при этом работники легко на «ты» называют заключенных. А работник, если заключенный «ты» скользнуло где-то, все, штрафной изолятор, сразу. Поэтому, а штрафной изолятор – это не лучшее место. Нет, кормежка там более-менее приличная, туда-сюда, но, извините меня, изоляция, а особенно если мы попадаем «Холод». «Холод». Нет, не обязательно. Может и нормально быть и тепло. Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что, например, если мы в так называемых колонии особого режима, там вообще одиночки. Одиночки. Вы представляете, вот мы заходили сейчас в особый режим, в восьмую колонию, там парень сидит уже около пяти лет в одиночке. Понимаете? Это узаконенная система одиночного содержания в особом режиме. Но это очень тяжкий. Преступления огромные, так что система одобрения. Многие ШИЗО бывают и холодные, и мокрые, и темные, и какие угодно. Сейчас же УДУ срабатывает. Нет, бывает. Это очень сволочная. Так что это культура. Если говорить обо всей этой культуре, потому что там еще есть много вещей, там уже со всех сторон гавит, и культура тюремная. Потому что там и вот так вот связка, и там... Когда вот этих молодым школьникам объясняешь про это все, я говорю, ребята, вы думаете, условия плохие, это самое худшее? Худшее другое. О том, что требования у работников, колоний к заключенным не связаны с социализацией. То есть, проще говоря, не связаны с возвращением в общество. Они связаны совсем с другими. Они связаны с беспрекословным подчинением. Их нужно нам их не видеть. Нет. С беспрекословным подчинением. Это если колония работает. Ну, в смысле, вот эти большие сроки, они связаны с тем, что главное нам их не видеть. Задача такая, судебная система. А, в смысле? А вам нет? Да, да, да. Да. Вас нет? Да. У вас есть вопрос? Да. Вот, Игорь, правильно скажешь, что я не настроен. на социализацию дальнейшую. Вот вообще, ну, ОНК, да, вот все, что касается уголовно-исполнительного кодекса, там, это у вас поле деятельности. Правильно понимаю или нет? А вот то, что сейчас тихонько-тихонько отменили отпуска, то, что вообще вся эта часть, которая касается освобождения, она же вообще не работает? Или где-то она работает? Работает, работает, работает. И отпуска сейчас, наоборот, стали возвращать. Сейчас это стало появляться. Я вас вот, друзья, я вот с какого начала в 90-е годы, отпусков вообще, вот они их сразу убили, потому что там было жестко устроено. возвращаетесь. Сейчас они стали потихоньку возвращаться. Вот сейчас, буквально, две недели, вот перед Новым годом, одна мама попросила к нам, сказала, я хочу, чтобы сын пришел ко мне в отпуск, чтобы его отпустили. И мы там обращались к полицейским, чтобы они направили письмо. И полицейский спрашивает, ну и что? Приходит отпускать? И значит, начальник полиции, если ты только рассказал, из других регионов приходят. Приходит довольно много. Запросы? Не запросы, а приходят в отпуска заключенные. Я так удивился, думаю, у нас там единицы, а из других регионов выпускают в отпуска. То есть, совсем недавно этого не было совсем, а сейчас отпуска появились. И нам просто важно эту культуру как-то поддерживать и развивать, потому что это очень важно социализирующая культура. А что касается... Значит... Там же много чего подарисовано в ГУИКе по поводу перед освобождением. Ничего вообще. Работает. Где, скажем так, это все должно еще под наше попадательение, мы должны на это как-то влиять. Те же самые УДО. Помогать ребятам судиться, чтобы они могли отбить вот эти вот наказания, чтобы в УДО выйти. Это все в наших руках, этим надо заниматься. Понятно, что колонии имеют колоссальное время. Вы УДО снимаете? Ну да, мы помогаем суде отбить ребятам. А что? Если он считает... Ну как это? Его посадили за то, что он там «ты» сказал. Мы несколько раз поймали работника на то, что он «ты» нас сказал «ты». Мы говорим «Ну как же так?» То есть вы приходите на заседание по-другому? Ну да, мы пишем письма. То есть поддержки. Нет, не приятно ничего. А вот я вот первый вопрос когда раздавал по этому колонию в «Металке», там три года в «Инстуде» ты можешь проучиться там. Приходят преподаватели и в принципе там как-то вопрос в «Коме» допустим или в «Воронеже» такое сотрудничество с чеком заведении. Не трудовое воспитание, а вот начальное и высшее скажем. А в смысле для заключенных? Да, для заключенных. У нас есть несколько вузов, которые туда зашли и там они заочно учатся. То есть в нескольких колониях, причем ребята реально к этому относятся очень хорошо, потому что это одно и то же из способов занятия время, поэтому они учатся к менеджерам и ставятся еще какие-то вещи. Но единственное, что их немного, много, и там ребенок вузы туда пускают, но даже сам факт того, что есть несколько золочных возрождений реально позволяет себя чувствовать. человек. Такая больная и неприятная тема насчет гомосексуальных изнасилований, насилия гомосексуальные. А вот с этим, что-то как-то работаете вы. Вообще заводятся дела по этим, уголовные дела, потому что где-то в зоне процентов 10 это люди подвешившиеся гомосексуальному насилию. это самая болезненная тема вообще. И уголовные дела, насколько мне известно, они не возбуждаются. Воровольно это не может быть. Потому что в тюремной культуре это не принято поднимать. Вы-то не в тюрьме вы-то в экономике. А мы же извините, работаем с заключенным. То есть дела не возбуждаются, я правильно понимаю? Мы знаем об этом. Это закрепление. Харима Лукановна. Харима Лукановна. Ну, точка это уже стопа. Прослежит. Ваши НКО финансируются кем? Наши? УНК? НКО или УНК? Что вы имеете ввиду? УНК. Это разные. УНК это комиссия. А НКО? Да, а вот у вас УНК не финансируются ничем. А НКО наше? Как это не кем? УНК не кем финансируются? УНК. 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 Арктехнику на штуку купали. Наши бумагу. Наши носки на электричные средства. Все жалобы и все. Нет, вот так вот я вбраде и зашу. Спортивская помощь. Нет. Ну так. Наглядно. Можно. Те организации, которые нас туда направили, помогают активно. Так. то есть никакого источника финансирования твердого нет. А закон как? Семьше заедет. Кроме иностранных грантов. Нет. А как же нам мы не можем ничего получить? То есть гранты, в отличие от общества мемориал, для другого не может. А НКО не может получить. Заход 76 Я не хочу читать. Просто я не хочу быть имучатой. Просто надо. Уже не у меня вопрос по не хочу, чтобы меня кто-то защищал. По остальной медицинской помощи, кроме я сам защищусь. Потому что год назад я была в Другопростовой, ТОС на 4 такой колонии. И то оказалось, что просто ее нет в медицинской помощи. При том, что возили туда специально наказатель, все по максимуму. Но этого нет. То есть раз в месяц приходит врач, можно куда-то что-то записаться, записываться уже можешь поверить. Как с этим вообще обстоит? По медицине? Давайте опять тоже по медицине. Значит, скажем так, проблем по медицине море. Одна из самых тяжелых проблем связана со специалистами. Исход просто колоссальный. Они что-то объясняли про финансирование специалистов, поэтому они не хотят приехать. Значит, смотрите, они сейчас придумали новую систему. Система заключается в следующем. Сейчас заключаются договора между тюремными колониями и вольными больницами. Ну, в смысле свободе больницами. и по этим договорам можно даже привозить специалистов и тому подобное. Мало того, заключенный может за свои деньги нанимать специалистов на стороне. Обычно ситуация в том, что деньги даже есть, а не нанимают. Зубы говорят, я готов заплатить, чтобы мне зубы увеличили. Маш, это... Когда болит зуб, то месяц ждать. Или вдруг болит, как месяц ждать. А ему не привозят. Мы говорим, в чем дело? Так вот, выясняется интересная штука. Вроде как, все по бумагам хорошо, а когда до практики все находило, вдруг выяснялось, там при фон, тут запрещено. Бюрократический. Нереальный, бюрократический. А оказывается, тут надо еще вот такой-то договор заключить, и такой-то, такой-то. А тюремная служба говорит, ну, не можем, некогда. Ну, нет, у нас сейчас человека, которому сейчас этими всеми, у юристов не хватает, которых заключили, вот эти договора составляли, и все там, потом. У нас других дел хватает. И человек спокойно себя. Проще говоря, схема с медициной, она выглядит сейчас такая, что ее рассматривают как необязательный, как второстепенного, о котором можно потом поговорить. Поэтому и по речам это и происходит. Значит, у них лекарство кончается, даже нигде в голове у них там не шевелится, что надо срочно писать заявку, чтобы лекарство принесли, чтобы прерыва не было. Ни у кого в голове не полезно. Это второстепенно. Есть какой-то врач, который вот все это контролирует, ведь свой там. Вот свой. Вот он, значит, на нем ответственность. Значит, когда не подписано это вот на новую, нет заявки, это на нем ответственность, что... Они не чувствуют это ответственность. Они считают, что ничего им не будет. И мы им постоянно разъясняем. Мы говорим, ребят, ну вот смотрите, сейчас вот мы вы... Вот буквально несколько дней назад в европейском суде выигрывал дело по нагину. Мужик, который ослеп в тюрьме. Просто ослеп. И 40 тысяч евро ему, я опять скину, присудил. Мы сейчас приходим и говорим, ребята, у нас уже несколько лет и дел. Мы сейчас вот подали в суд. Ребят, большая просьба, лечите, пожалуйста. Потому что мы же тут же прихватим и начнем помогать, и мы выиграем. У них должна появиться эта ответственность. Они должны понять, ой, ел и палы, нас же потом лупить будут. Просто до этого их никто не лупил. Большая часть заключенных, выходя, пройдя через жуткие страдания, получив инвалидность, вы, выйдешь, что делают? Просто вот 80-90% спиваются и исчезают. Все. И единицы, которые начинают биться и хоть что-то делать, и они на этом выигрывают. Ну да, это вот именно и есть та социализация. Социализация вот такого вот бомжа, который быстро умрет и исчезнет. И они буквально все очень удобны. И здесь наша роль очень сильная о том, чтобы помочь этому человеку. Скажите, мы готовы, мы уже выиграли, давай-давай, вот давай нам доверенность, давай мы начнем по этому поводу биться, давай прямо еще пока ты сидишь начнем биться. Но, увы, во-первых, сразу, вот правильно, а у нас ведь финансирования нет, мы же занимаемся кучу дел, мы же это все не можем потянуть, мы там за одного взялись, а еще пяток у нас в очереди стоит, мы не сможем это все делать. Кто-то это должен помогать, реально, не хватает регионов общественных, которые бы этим занимались. А если есть, вот здесь на местах, проблем столько, что за все не взяться, от некоторых мы прямо отпихиваемся, говорят, ребята, мы не будем этой темой заниматься, почему? Сил нет, нет сил просто, нет, физических сил мы не хотим. Потому что мы еще должны зарабатывать на жизнь где-то на стороне. Мы полтора часа уже сидим, я думаю, что можно закругляться как-то, если кто-то из участников хочет подытожить, что-то сказать напоследок, вот сейчас у меня был один вопросик по поводу того, что в 90-е и первую половину двухтысячных точно, и даже, наверное, в общем, довольно долго по всяким иностранным грантам ездили сотрудники в СИН. Но вот есть ли эти люди, которые ездили, что они приобрели, как-то они поняли разницу и смысл, вообще, какой опыт, который они приобрели изучают иностранные тюжи. Я извиняюсь, конечно, я не знаю, как опыт у коллег, но, на мой взгляд, многие вещи возможны в СУФСИНОМ, только благодаря тому, что есть люди, которые хотят внутри, в том числе, менять систему. То есть это как раз все-таки технологии не хватит. Это такие люди, иногда нет. Но очень многое, что у нас получается, это получается в том числе с негласной поддержкой тех людей, которые правда понимают, что существуют проблемы, которые правда не хотят работать в ГУЛАГе и так далее. Такие люди, слава Богу, есть. И они даже есть, как это ни странно, пока что государственных органов. Поэтому, мне кажется, что очень важно таких людей поддерживать, да, и часть из них есть, и часть из них, как говорится, привезли, что называется, колбойскую шляпу и радуются, рассказывают про то, как вот жизнь у них когда-то удалась. Все бывает. Закончила. Нет, их мотивация очень цена. Например, наши начальники СИЗО в ожидании новых крестов, где из нескольких начальников СИЗО останется один. Они сейчас стараются. Нет, наоборот, у них нулевая мотивация, потому что, видимо, они все подданится один. Этот один, скорее всего, будет не из тех, кто сегодня подозревает, или, может быть, один из них. Очень активирует. При том, что им абсолютно все равно, что будет дальше, на самом деле, общаться бывает очень. Но у нас от этой желания, конечно, тоже очень могут сойти. Ничего не поделаешь. Но в этом смысле, на самом деле, когда сопротивление, то тоже можно. От сопротивления можно отталкиваться. Хуже всего абсолютно все равно. Ну что ж, спасибо большое всем, кто и вас. Спасибо. Сейчас решим. Сейчас решим. Я не сам решим. Спасибо. Есть какая-то ролика, где нужно отдать билет? Вот говорят сухи очень. Да? Для чего? А почему нет? Наверное, не я. А вы пойдете с... Билет? Билет для с этого, для вируса. А, тогда для вируса на язву. Сейчас добавим параллельно. Добавляем билет. Это уже часть жизни. Да. 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 Вот он лучший. Мечательный билет. 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 Спасибо. Я для тебя. Спасибо.